Спасибо, очень интересный материал. Плоцентр – это важно для того, чтобы гибрид сам родился. А для того, чтобы он был плодорит, важен МИОС, как ему образуется. МИОС не изучает. В Африке там все-таки есть грамотные люди, приезжающие из Европы и сами. Мы МИОС изучали. Понял, понял. Про пример вот именно, надо сказать, с чем? Римеров много было показано? Хоть у кого-нибудь. Вы показали одиннадцать хореотипы. Хореотипы – это результат. А что происходит у них МИОС, плодорит и зависит от успеха МИОС в будущем. Но, в принципе, такие, конечно же, работы есть. Ну вот, то, что касается вот этих, как бы, деривативов аллополикоидного происхождения, то там-то, значит, как раз, значит, ее за все в этом, значит, в полном порядке. Но, видимо, это вторично. Видимо, это следствие так называемых процессов функциональной диплоидизации. Собственно, когда тетраплоиды цитогенетически приобретают черты абсолютно гиплоидных, значит, организмов. А то, что касается вот примеров гомоблоидного, гиприкогенного происхождения, вы знаете, вот практически все примеры, вот так вот, сходу, они, конечно, в основном касаются форм кариевологически крайне биолитских. И даже когда речь идет вот про филогенетические, вот не биолитские формы, порождающие вот что-то третье, так сказать, вот, практически все они из групп хромосомно-крайне консервативных. То есть, да, видимо, вот это сходство кариевотипов, это, да, конечно же, значит, одно из, значит, условий вот этого, так сказать, способа функционального образования. Спасибо. Во многих случаях гомоблоидного образования, оно было доказано ведь хандриальным кином, значит, что у потомка хандриальный кином был на воде родителей. Означает ли это, что шло однодоправленное скрещивание? Ну, прежде всего, это не совсем так. Вот из приведенных примеров, значит, опять-таки, на вскидку, в трех примерах, там вот вновь, значит, образовавший сидит, он, значит, оплодает митохондриальными аплотипами, значит, обоих родительских видов. Вот. Но вот, перед всем, так сказать, вот том, да, сказать это, видимо, для, 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 вот части приведенных примеров целый ряд, как прямых, так и, значит, косвенных, что ли, фактов, при всяком сомнении свидетельствует о том, что вот это исходное скрещивание, оно, да, было водонаправленным, да. Наивный у меня, наверное, для данной аудитории, для докладчика вопрос. Спасибо за большое количество материала. Жалко, что заключение вы уже убрали. Потому что вот для меня, например, первый и третий – это до наоборот. Я занимаюсь весными растениями, в том числе сверхбольными. Я не поняла, почему вот там реально существует первое положение, а почему вот эти вот гибриды – это, наоборот, исходные виды, от которых образовались другие, которые вы говорите, что, наоборот, являются, ну, отцовские элитеринские именицы. То есть вот непонятно, потому что ведь третий вывод – локальность вот этого ареала гибридов – говорит о том, что есть уникальные свойства, где может изменчивость генома проявляться очень широко. и иллюминация какими-то там другими факторами в других частях. Вы упоминали там горные системы, где гибриды, а там ведь историю не последить, а онкологических там каких-то остатков нет. И у меня ощущение, что мы какая-то даймиломархизму. Вот есть Господь, Бог создал счастье, ведь такой и такой, и вот они встретились и породили гибриды. Вот я готова в частной беседе прояснить этот вопрос. Он для меня очень важный, потому что мой доклад завтра, в общем-то, иллюстрирует то, наоборот, например, и еле. Коллеги, можно мне вплинить после этого вопроса? Я не скрою, мне будет очень сложно ответить на этот вопрос. Ну, прежде всего, вот сказать, вот здесь вот этот набор различных факторов, собственно, которые я и попытался сегодня и заложить, он как бы всё-таки свидетельствует, что эти произошли вот там, значит, первых, или я уж не вспомню, как бы это охарактеризовали. А то, что касается ламархизма, так сказать, в принципе, собственно, нету, и вот здесь почему. Нету, значит, даже в рамках, так сказать, классической синтетической теории эволюции нету совершенно никаких запретов на вот признание этого способа форма образования. Ну, собственно... Коллеги, можно мне ответить? Значит, рассчитывайте, пожалуйста, мою биогеографическую географию. Вы упомянули о непредобедном происхождении Красного Угля. Насокая плитаря... Рыжего. 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 А, Руфус. Руфус. Рыжего, конечно. А, тогда всё. Тогда второй вопрос. О! Коразкий волк это даже... Да, у меня есть... Нет, нет. Второй вопрос. Тоже биогеографический. Значит, происхождение зубра. Насколько я понимаю, бизон – это чисто американский вид. Да. У нас был когда-то, подтвердят меня и эренбургцам, бизон – призмус. Да. И ариартура, не даром называется европейский, а вообще сибирь не заходил, как между пути. Нет, ну, прежде всего, изображена и представлена схема. Это именно что схема, и она отражает скорее соходство по исследованным маркерам, а не то, от кого эта форма реально произошла. В принципе, конечно же, здесь приходится скорее говорить об ископаемых, так сказать, уже каких-то формах. Ну вот, с чем я не соглашусь, то что, вне всякого сомнения, исторически ареал этих двух родов в Евразии, конечно же, пересекался. Другое, так сказать, дело, что, в принципе, я вкратце, правда, про это и на самом деле сказал. Это один из самых, как бы, ну, условно говоря, скажем так, мутных из продемонстрированных сегодня примеров. Значит, авторы там вообще много чего написали лишнего, в частности, что они читают, что вот именно вот эти их представления, и, значит, это объясняет отсутствие зубра в балет от логической летописи, что, в общем-то, совсем не так, как я себе представляю. Но в связи с тем, что это реально, значит, описанный пример относительно недавно, и никаких, как бы, таких существенных оснований отвергать вот эти представления, так сказать, вот нет, этот пример был тоже представлен. Большое спасибо. Он разорвался гибридный, он что, декорирует, вы там пишите, что ареалы не стыкуются. То есть он контактный имеет, да, ареал? Нет, ну, прежде всего, не всегда, вот, собственно, вот, на сегодняшний день оба вот из предполагаемых, конечно же, родительских видов, они им подлечены. Сплошь и рядом, и это совершенно естественно, потому что даже на протяжении, значит, совсем уж позднего, когда все эти, значит, обсуждаемые виды уже, вне всяком сомнения, были и жили, ареалы разительно менялись. Вот, и, а вот то, что касается вот этого обособления третьего, вновь возникшего гибридного вида, то здесь, в общем-то, два есть, как бы, на самом деле, способа изоляции. Ну, соответственно, или это реальный, значит, остров, или это, значит, горы, где этот вновь, значит, образованный вид, уходит в этом, значит, горы, занимает неосвоенные исходными родительскими видами более высоко расположенные высотные вот красоты. Да, 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 да. Являясь стенобионом, когда протея... Да, мне всякого сомнения. Ну, вот, вопрос, догон Юрия Федоровича, вопрос относительно все-таки формационных, так сказать, ситуаций. Виды родительские обладают полиморфизмом любым, по-разному, поскольку там не пропитающие. И второе, петерохромативные модификации при этом, вы не смотрели такие работы, существуют или нет при видообразовании гибридогенов? Ну, вот, в принципе, я бы тоже, так сказать, это отговорил, так сказать, вот как бы на этот вопрос, ежели вот оставить в стороне вот этих двух слепов южноамериканских, и вот про производные дома-обойтовых и предавенного вида образования рассуждать, то я, честно говоря, не вспомню всходу примеров, где мы предполагаемые исходные родительские формы хоть как-то различали. И это все-таки при вере, вот, ну, если, даже, нежели это представители двух различных народов, это практически всегда группа вот хромосомных антифатитов. Про хроматин, посмотрите, работают по этим системам. То есть, существует две, два аспекта. Это глиплоидный и глиплоидный. И глиплоидный. Соответственно, есть ли возможность всегда решить поступательную карампель нейридизации, или же можно думать о том, что каких-то глиплоидов будет пресинтез. То есть, скажем, был когда-то вид А, он раскололся на два вида Б и Ц, а потом они снова встретились, а этот вид уже исчез, поскольку уже среда изменилась, и вот он рейсинтезировался. Можно так делать? Можно. Но вот среди этих ограниченного числа известных примеров, рассмотренных сегодня, именно вот этого примера, как бы сказать, вот нет, а для Ахибии есть. И я не вижу совершенно никаких запретов, собственно, почему примеры не смогут выйти и умные питающие. У меня два мелких вопроса. Вы, когда рассказывали про очень южноамериканского какого-то грызуна, вот сказали, что он живет там, в сосоленой области, и у него супер какие-то гигантские сперматозоиды. Это связано или нет? Просто так интересно. Мой первый мелкий вопрос про большие сперматозоиды. Нет, ну это на Баримуэ не связано, а, наверное, это в принципе не связано. Может быть какая-то адаптация? Нет, ну и гигантские сперматозоиды, и ядеросоматические ответы, это просто следствие, что в связи с тем, что это не исключено по меньшей мере вид тетропоидный, в нем, естественно, и вот как бы это ядерного, грубо говоря уже совсем, материалов в два раза больше, но вот все вот это. А, вот так сказать. И второй мелкий вопрос, это на счет, вот с обезьян, вы сказали, что какие-то уникальные генитарии. Чем же они уникальны? Вы знаете, я попытался найти вот для этой презентации приличную иллюстрацию, чтобы сказать, вставить, но, знаете, не смог ее найти. Так что я это расписывать, я этого нет, что это самое значительное будущее, а повторю, что это радикальным образом отличается от всех остальных видов вот этого процесса. На самом деле, в последнее время идет гигантский вал приказа к одному виду, который мы почему-то не улыбнуем. И в школы, мне известно, что читают только летающие. Вот сейчас вал приказ идет о том, что читают, в общем, на самом деле, это результаты иллюзии. Группы, вы говорите. Результаты иллюзии. Если это правда, тогда ваш последний тезис относительно морфологической аберрации, он неправильный. Потому что, ну ладно, не мне судить, а моей морфологической аберрации. Ну вот слева от меня сидят вполне... Нет, я, собственно, свою презентацию с того, что... Как бы роль гибридизации процессов формы образования, конечно же, они сходятся исключительно к гибридопедному гидрообразованию, а много-много шире вот этих, сказать, на самом деле темы. И вот, вне всякого сомнения, определенные ретикулярные процессы, они сыгрались в мою роль при происхождении современного человека. Но ни о каком и предотдельном, именно в узком смысле этого слова, происхождении хумо саппиенс, конечно же, говорить не приходится. В лучшем случае, вот, то, что мы знаем про архиепигены, связанные с размером мозга, и заранесенные вне адаптация, в лучшем случае можно говорить об адаптивной интрогрессии, но ни в коем случае не о гибридогенном происходе. — Большое спасибо за интересный материал, который вы представляете, но мне кажется, он очень разнородный и прицепляет разнородный. Я напомню, что был такой замечательный дядечка, как Кирилл Завадский, который написал книжку «Виды образования». Он там вел очень интересную позицию. Виды? Нет, формы видового ранга. Вот я к тому, что вот ваши волки, вот все это волчина, самый подробный пример, который вы привели, это не виды, это формы видового ранга. Вот это надо иметь в виду. С легкостью нельзя переворить виды, виды, виды. Конечно, согласен полностью, но там сказать, в принципе, как бы суть вот этой, значит, рефитрации, она была вот несколько другой, что, как бы, как происходить сего, значит, одной, значит, собственно, пары видов, возникает энное число разных форм, причем среди них есть, в самом деле, видимо, и формы около видового ранга, потому что видовой статус как рыжего, всякого волка, так и восточного, они были не просто описаны как самостоятельные виды, но и по сегодняшний день их видовая самостоятельность не подвергается сомнению большей частью специалистов. И, в самом деле, включает, вот, так сказать, это, не столь, так сказать, четкие, не стабилизированные, так сказать, формы, а, при всякого сомнения, формы какого-то местного значения, они куда-то распространяются, что с ними будет, так сказать, в ближайшем будущем совершенно непонятно. Вне всякого сомнения, это не, значит, склонно, значит, только видового ранга, да, конечно?